Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. 23 августа в Берлине умер писатель и журналист Михаил Румер, Румер Зараев. Об этом сообщил Павел Нерлер. Румер родился в Москве в 1936 году в семье журналиста. Окончил Московский институт инженеров землеустройства. Недолгое время работал инженером-геодезистом. А потом долгие годы в различных газетах и журналах Москвы. Заведовал отделом промышленности в Московской правде. Был спецкором сельской жизни, заместителем редактора отдела публицистики «Огонька», заместителем редактора еженедельника «Век». Член Союза журналистов и Союза писателей Москвы. Автор книг «Семейное поле» по следам Смоленского архива, «Одиночество власти», «Сошествие в ад», «Жизнь и гибель» Варшавского гетто, «Диабет» и другие повести. Печатался и печатается с прозой и публицистикой в литературных журналах «Дружба народов», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», «Континент», «Нева». Как прозаик и публицист работает в разных жанрах документальной и художественной литературы. Входя в советские годы в литературный цех сельской публицистики, оставивший столь заметный след в российской общественной жизни, он и сейчас не оставляет этой темы, опубликовав «В дружбе народов» серию очарков о драматических районных буднях современного села. Его книжка «Одиночество власти» представляет собой политический портрет одного сибирского региона путинского времени. Творчеству писателя свойственен историзм. Будь то борьба за человеческое существование жителей сельского района России, за судьбой которого он следит многие десятилетия, или израильский кибуцный проект, все эти реалии нашего мира исследуются в контексте истории. В пространстве истории живут и герои семейных саг Михаила Румера-Зараева, объединенных в книге «Диабет» и другие повести. События их жизни переплетаются с трагедиями 20 века, коллективизацией, гулагом, холокостом. Подобно героям античных трагедий, они ощущают в судьбах своей семьи предопределенность рока, открывают тайны рода, тайны рождений и смертей. Михаил Румер-Зараев постоянно публикуется в литературных периодических изданиях, географически разбросанных по всему миру, но объединенных одной культурой, одним языком, не только в перечисленных выше московских и петербургских изданиях, но и в Тель-Авивском журнале 22, в Нью-Йоркском времени и месте, во Франкфуртском журнале «Мосты». Соответственно, и маршруты его поездок пролегают от Псковского села до израильского кибуца из Берлина в Москву и в Иерусалим. Писатель живет в Берлине, где является соредактором газеты «Еврейская панорама». Сегодня также сообщали о смерти 89-летнего актера Бориса Христофорова. По информации РЕН-ТВ, тело артиста обнаружили в его московской квартире, расположенной на Большой Пионерской улице. На данный момент причина трагедии неизвестна. Ведется следствие. О Борисе Христофорове известно немногое. Он родился 1 июня 1931 года во Владикавказе. Однако большую часть жизни прожил в Москве. Популярность артисту принесла роль в фильме Алексея Баталова и Иосифа Шапира «Три толстяка». Картина была снята в 1966 году по одноименной сказке Юрия Олеши. Христофоров сыграл одного из толстяков, суровых тиранов, управлявших страной без названия. Его партнерами по фильму стали именитые актеры Евгений Маргунов и Сергей Кулагин. Дата и место прощания с Борисом Христофоровым будут объявлены позже. «Три толстяка», советский художественный фильм, «Сказка» по одноименной повести Юрия Олеши режиссера Алексея Баталова. Баталов сам сыграл одну из главных ролей фильма «Гимнаста Тибула». Премьера фильма в СССР состоялась 18 ноября 1966 года. Действие картины происходит в неназванном сказочном городе. Во главе города стоят три толстяка, безжалостно эксплуатирующие народ. К городу приближается фургон с бродячими артистами. Клоун Август, гимнаст Тибулл и девочка Сок. Как раз в этот момент рудокопы поднимают восстание, и Тибулл присоединяется к мятежникам. Войска генерала Караски подавляют восстание. Во время артиллерийского обстрела, который вели из покоя в дворца, по вине Караски пострадала кукла-наследника Тути, тонкая механическая игрушка. Во дворец, по случаю торжеств в связи с восстанием восстания. На потеху толстякам и их свите. Доставляют главаря бунтовщиков Проспера. Преследуемый солдатами Тибулл случайно попадает в дом к знаменитому на весь город доктору Гаспару Армери. Ученый помогает мятежнику скрыться, переменив его внешность. В этот же момент доктора срочно вызывают во дворец. Ему приказывают за ночь починить куклу и отправляют в правительственной карете вместе с куклой домой. На карету нападают бунтовщики и захватывают доктора, полагая, что это канцлер. Карету вместе с куклой уносят лошади. В безнадежных поисках доктор забрел фургон Августа и снова столкнулся с Тибуллом. Выясняется, что гимнастка Суок, как две капли воды, похожа на куклу. У Тибула рождается план. Суок оденут куклой и так она попадет во дворец. Ключ от королевской тюрьмы, где томится в плену Проспера, хранится у наследника Тути. Доктор Армери доставляет куклу во дворец, и Суок умело изображает заводную игрушку. Куклу переносит в покой Тути, и наследник вскоре догадывается, что перед ним живая девочка. Страдающий от отсутствия внимания и друзей мальчик не выдает Суок и разрешает ей переночевать в его спальне. Суок завладевает ключом и, проникнув в тюрьму, освобождает Проспера. Наутро обман вскрывается, так как кукла случайно попала в дом учителя танцев. Армери и Суок сажают под арест и утром их ждет казнь. Узнав об этом, мятежники во главе в Тибуллом проникают во дворец через подземный ход. Они поднимают вторую волну восстания, которая сбрасывает власть толстяков. Армери и Суок свободны. В финале бродячие артисты дают концерт на городской площади при грандиозном стечении народа. Фильм снимали в императорских конюшнях в Петродворце, а также в Таллине. Для съемок сцены полета на воздушных шарах была изготовлена кукла размером с человека и весом 1 кг. В куклу был вмонтирован механизм, благодаря которому она в полете поворачивала голову и дрыгала ногами. Однако во время съемок воздушные шары с куклой оторвались, и их унесло. Для изготовления новой куклы не было времени, поэтому Николай Корнаухов сам исполнил трюк с полетом на воздушных шарах. Ради небольшого эпизода, где герой Алексея Баталова Тибул, скрываясь от стражников, ходит по канату над площадью, актер год обучался хождению по канату и прочим цирковым трюкам, чтобы сыграть эту сцену без дублера. Некоторые эпизоды фильма с участием Суок вместо Лины Бракните озвучивала Алиса Фрейндлих. В качестве соавтора сценария фильма выступил единоутробный брат Алексея Баталова, Михаил Ольшевский, впоследствии рукоположенный в священника Михаил Ардов. Другой брат, Борис, будущий режиссер-мультипликатор, исполнил роль капитана Бонавентуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова